Обсудим эту тему подробнее с Риэлем Коэном, старшим экспертом Атлантического совета. Ариэль, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер у вас. Ну вот мы видим вот этот ироничный твит, мы видим, что действительно как будто бы накаляются отношения между Израилем и США. Насколько это серьезно? Ну, во-первых, я сразу хочу отбросить твит министра безопасности Израиля. Это известный экстремист по фамилии Бенгвир, и на него обращать внимание и нужно. Но при этом нужно помнить, что разрыв между Обамой, Бараком Обамой, люди которого занимают ключевые позиции в администрации Байдена, и премьер-министром Израиля Натаньяу, этот разрыв существует с начала 2010-х годов. То есть он продолжается более 10 лет. Это первый момент. Второй момент. У Байдена очень непростые выборы ему предстоят в ноябре, и идет резкое серьезное давление. Со стороны крайне левого крыла Демократической партии, включая организации пропалестинских студентов, финансируемые радикальными, вот такая вот парадоксальная штука, радикальными миллиардерами, начиная с Джорджа Сороса и продолжая с другими очень богатыми людьми, и местные органы самоуправления, мэрии и так далее, которых, например, в Нью-Йорке долгое время ключевые позиции занимали радикальные левые силы. И они финансируют вот эти пропалестинские организации. Так что здесь сочетаются внутриполитические проблемы Байдена, внутриамериканские, и желание как бы усидеть на двух стульях и поддержать Хамас. А впервые, это тоже парадоксально, мы говорим о том, что Соединенные Штаты объективно поддерживают исламистское движение, аффилированное с братьями-мусульманами, и поддержать Израиль все еще. Действительно, можем ли мы говорить о поддержке Хамаса со стороны Соединенных Штатов, если все-таки Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Израилю, как минимум для поддержания работы железного купола, и эта поддержка не прекратится, как заявил Байден? Ну, я очень, конечно, надеюсь, что эта поддержка не прекратится, но при этом Соединенные Штаты сегодня не как бы демонстрируют большую надежность как союзника. Мы это видели при позорном уходе из Кабула, когда бросили десятки тысяч афганских сотрудников, и я не хочу употреблять плохое слово коллаборанты, но люди, которые сотрудничали с Соединенными Штатами в Афганистане. Заняло более шести месяцев найти приемлемое решение по финансированию войны в Украине, и теперь мы видим ключевой союзник Соединенных Штатов, Израиль, ну, если не как бы брошен на произвол судьбы, мы не скажем так, но, по крайней мере, очень серьезный сигнал Израилю о том, как Вашингтон считает, ему нужно проводить эту операцию. Извините, израильтяне там живут, это война. За выживание мы все помним, что произошло 7 октября прошлого года. Это для Израиля, такое вот длинное слово, экзистенциальная борьба. И то, что делает Америка, она подвергает свой статус ключевого западного союзника, как говорила Мадлен Олбрайт, системообразующая страна, она это подвергает сомнению в глазах. Поляков, корейцев, вьетнамцев, там, японцев и тех, всех тех, кто должен противостоять угрозе, будь это от России, от Китая или от исламских террористов, исламистских. На Ваш взгляд, в преддверии президентских выборов в США не станет ли это козырем для Дональда Трампа, который сейчас, вероятно, у него испытывал трудности с финансированием своей кампании, но, может быть, он приобретет таким образом новых спонсоров еврейского происхождения, которые откажутся финансировать кампанию демократов и согласятся финансировать кампании республиканцев? Ну, это уже происходит. Есть известный бизнесмен, владелец хедж-фонда Билл Акман, я, по-моему, правильно произношу фамилию. Это человек, который сейчас финансировал кампанию против госпожи Гей. Это была президент Гарварда, которую поймали на плагиате. И госпожа Гей также заняла очень двусмысленную позицию, когда ее спросили на слушаниях в Конгрессе, считает ли она, что призывы к уничтожению Израиля и уничтожению евреев – это призыв к геноциду. Она сказала, что все зависит от контекста. Это стало мимом. Билл Акман сказал, что он не будет больше поддерживать демократическую партию, но это как бы один пример. Я думаю, что просто республиканцы правильно нос держат по ветру, видят, что большинство американцев все еще поддерживает Израиль. И очень резкие были выступления в Сенате. Вот вчера я смотрел, как сенатор Грэм раскритиковал министра обороны и начальника генштаба, то есть Совета штабов американской армии, которые так вот очень уклончиво говорили о прекращении военной поддержки Израиля. Были кризисы раньше и при Рейгане, и при Буша-старшем, и при Обаме. Кризисы во взаимоотношениях Израиля и Соединенных Штатов были. Но поскольку демократическая партия дрейфует влево, мне кажется, что это только первая ласточка, и дальше только может быть хуже. И урок для Израиля начать серьезную переоценку взаимоотношений со Штатами и начать очень серьезную программу военно-промышленного развития и строительства. Кстати говоря, именно то, что должна была делать Украина, начиная с независимости и особенно после начала российской агрессии в 2014 году. Что ж, интересно, чем все обернется, и как это действительно скажется и на президентских выборах в США. Ариэль, спасибо вам большое, что смогли найти возможность присоединиться к нашему эфиру. С нами на связи Ариэль Коин, старший эксперт Атлантического совета. Ну а мы продолжаем наш эфир. КОНЕЦ